Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта СИП ЕГЭ РУ. Меня зовут Надежда. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по физике. Несколько слов о структуре занятий. Занятие длится 40-60 минут. Вы получаете задания и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться, и вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментариев в чате справа. Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно! Если вы что-то не поняли, не успели, или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятий. Любые вопросы, не касающиеся рассматриваемой темы, будут удаляться. После трех удалений сообщения, написанных не по теме, участник добавляется в черный список, и вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо! Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступите в нашу группу ВКонтакте, ВК, КОП, СИК, ЕГЭ. А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете просмотреть его запись на нашем канале на YouTube. На его я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем занятие. Равноускоренное движение. Автомобиль движется по прямой улице. На графике представлена зависимость его скорости от времени. Чему равен модуль ускорения автомобиля в промежутке времени от 10 до 20 секунд? Итак, давайте разбирать задание. Запишем данные из графика. Запишем начальную скорость, В0. Запишем конечную скорость. Запишем время, Δt. Оно у нас составляет 10 секунд. Запишем формулу для нахождения ускорения. Подставим наши данные в формулу. Итак, правильный ответ 1,5 м в секунду в квадрате. Перейдем к следующему заданию. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости. В автомобиле от времени t. Определите по графику путь, пройденным автомобилем, и твали от момента времени 1 секунды до момента времени 2 секунд после начала движения. Итак, давайте запишем формулу для нахождения пути, пройденным телом. Найдем ускорение. Подставим данную формулу. Итак, правильный ответ 2 метра. Перейдем к следующему заданию. На рисунке представлен график зависимости проекции v от x скорости автомобиля от времени t. Чему равен модуль ускорения автомобиля в интервале от момента времени 4 секунды до момента времени 6 секунд? Итак, я жду ваших ответов. Итак, я вижу, у нас поступают правильные ответы. Давайте разберем решение. Итак, запишем формулу для нахождения ускорения. Запишем данные. Внимаем. Конечная скорость. Время 2 секунды. Подставим в уравнение. Важное замечание. В данном задании нас просят дать ответ по модулю. Поскольку ответ у нас получился отрицательный, мы берем модуль этого ответа и правильный ответ 3 метра в секунду в квадрате. Итак, перейдем к следующему заданию. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени t. Найдите путь, пройденный автомобилем за 5 секунд. Для того, чтобы по графику модуля скорости найти путь, пройденный телом, необходимо вычислить площадь под графиком в единицах произведения величин, отложенных по осям координат. Итак, за 5 секунд автомобиль прошел путь. s равное 1 вторая, умноженное на 10 метров в секунду, умноженное на 1 секунду, плюс 10 метров в секунду, умноженное на время. Итак, ответ 35 метров. Перейдем к следующему заданию. На рисунке проведем график движения электрокара. Определите по этому графику путь, пройденный электрокаром за интервал времени от t равной 1 до t равной 4 секунду. Путь – это физическая величина, показывающая пройденное телом расстояние. Иначе говоря, это длина пройденного участка траектории. Из графика видно, что в интервале от 1 до 3 секунды электрокар двигался в положительном направлении оси x. При этом его координаты изменились на дельта x 1, 3. Последнюю, четвертую секунду электрокар двигался в обратном направлении. Изменение его координаты на этом участке равно. Таким образом, путь, пройденный машиной за интервал времени от 1 секунды до 4 равен. Ответ – 3 метра. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от скорости. Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 секунд до момента времени 5 после начала отсчета времени. Для того, чтобы по графику модуля скорости найти путь, пройденный автомобилем за некоторый интервал времени, необходимо вычислить площадь под частью графика, соответствующей этому интервалу времени. В единицах произведения величин, отложенных по осям координат. В интервале от момента времени 0 секунд до момента времени 5 секунд после начала движения автомобиль прошел путь. Продолжение следует... Итого ответ равен 17. Это 10 метров. Одновременно бросают два тела в горизонтальном направлении. Первая с начальной скоростью 5 метров в секунду, а вторая 10 метров в секунду. Какое тело быстрее упадет на землю? Перейдем к разбору задания. Время зависит только от высоты и ускорения свободного падения и не зависит от скорости. Значит, правильный ответ. Оба тела падут одинаково. На рисунке представлен график движения автобуса по прямой дороге, расположенной вдоль оси X. Определите проекцию скорости автобуса на ось X в интервале времени от 0 до 30 минут. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости V автомобиля от времени T. Определите путь, пройденный автомобилем за первую секунду движения. Итак, чтобы найти путь, нужно скорость умножить на время. Но нам можно найти путь, найдя площадь вот этого треугольника. Небольшое тело движется поступательно вдоль оси OX. Его координаты X изменяются с течением времени T по закону XAT равно 2 плюс T минус T в квадрате, где T выражено в секундах, а X в метрах, чему равна проекция ускорения этого тела на ось OX в момент времени T равная 1 секунду. Скорость – это первая производная координаты по времени. А ускорение – это вторая производная координаты по времени или первая производная скоростью. Мяч, брошенный вертикально вверх, поднялся на высоту 20 метров и упал на землю в точку бросания, чему равен модуль средней скорости перемещения мяча, если он находился в полете 4 секунды. Что такое перемещение? Перемещение – это отрезок, соединяющий начальную и конечную точку пути. В данном случае тело брошено вверх с определенной точки поверхности земли, в ходе чего тело вернулось на то же самое место. Можно сделать вывод, что перемещение мяча равно нулю. Что такое средняя скорость? Средняя скорость – это весь путь, разделенный на все время движений. То есть, В средняя, можно записать так. Условие задачи сказано, определите среднюю скорость перемещения мяча, а перемещение равно в данном случае нулю. Отсюда следует, что и средняя скорость тоже равняется нулю. Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 20 метров в секунду. А вторую половину пути со скоростью 30 метров в секунду. Чему равна средняя скорость автомобиля на всем пути? Приступим к разбору. Средняя скорость – это весь путь, деленный на время. Но ни скорости, ни пути, ни всего времени мы не знаем. Надо решать через уравнение. Уравнение можно записать в таком виде. Мы знаем, что время мы находим по формуле С, деленное на В. Отсюда следует, что скорость средняя мы можем записать по формуле С1 плюс С2 разделим на С1В1 плюс С2 на В2. Подставляем наши значения. Путем преобразования постановок получаем ответ 24 км в час. На рисунке изображены графики зависимости модуля скорости движения 4 автомобилей от времени. Какой из автомобилей – первый, второй, третий или четвертый – прошел наибольший путь за первые 15 секунд движения? Для начала нам необходимо на оси времени выделить число 15 и провести перпендикуляр к нашей оси. Тем самым мы график делим на две части – на левую и на правую. Нам нужна левая часть, так как необходимо найти, какой автомобиль прошел наибольший путь за первые 15 секунд. Для того, чтобы это определить, проще всего воспользоваться самым главным способом и самым легким. Необходимо найти площадь под дугой в этом случае, в этом случае под прямой. Итак, мы видим, что площадь, ограниченная самой линией графика, осью Т и перпендикуляром – это есть площадь, то есть путь. Сразу видно, что третий автомобиль прошел наибольший путь. Небольшое тело начинает равноускоренно двигаться вдоль оси ОХ без начальной скорости. На рисунке проведен график зависимости координаты Х этого тела от времени Т. Для начала необходимо исследовать график, который нам дан. По графику мы можем определить, какая у нас функция задана. Несложно предугадать, что это степенная функция. По узловым точкам можно определить, что это функция у равная х квадрат. Необходимо нам найти, на каком из следующих рисунков правильно изображен график зависимости правительства и скорости ВХ этого тела от времени. Что значит ВХ? Это и есть производная от нашей функции, то есть 2Х. Нужно выбрать из этих графиков правильный. Первый и второй нам не подходят, так как здесь изображены функции Y равная С, какой-либо констанции. Так как с увеличением времени скорость у нас не меняется. Что мы можем сказать про третий и четвертый? Третий нам подходит. Четвертый не подходит, потому что угол здесь больше 90 градусов. А это значит, что коэффициент должен стоять отрицательный перед функцией. У нас стоит он положительный. Правильный ответ третий. Тело движется по оси УХ. По графику зависимости проекции скорости тела ВХ от времени Т, установите, какой путь прошло тело за время от Т1, равное 0 до Т2, равное 4 секундам. Ответ дайте в метр. Пользуясь тем же правилом, необходимо найти площадь, которая ограничена между осью и самой линией. Вот она наша площадь. Т равно Т2 минус Т1. Скорость можно определить на графике. Вот она, 10. Определить площадь прямоугольного треугольника можем с помощью катетов. 1, 2, произведение первого катета на второй. Литература была взята с сайта незнайка.пробу. Большое спасибо за внимание. Вы самые лучшие слушатели. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на cpeg.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com.sipeg. Также советуем подписаться на почтовую рассылку. Это можно сделать на главной странице cpeg.ru. Чтобы поддержать проект, расскажите о нем своим друзьям, одноклассникам. Проще всего это сделать с помощью баннера сверху. Пожалуйста, помогите проекту. Нажмите кнопку «Поделиться» и разместите информационное сообщение о нашем проекте на своей страничке ВКонтакте. Чтобы проект оставался бесплатным и мы смогли подключить новых преподавателей, нам очень нужна ваша информационная поддержка. Следующее занятие по физике состоит от 30 ноября в 13.00 по московскому времени. До встречи на следующем занятии. До свидания. Продолжение следует...